Всем привет! В названии говорится про поломки компьютера, так что сразу ограничивают, что будет в этом видео. В этом видео не будет каких-то пособий по ремонту или что-то такое, примеров ремонта. Это скорее инструкция по тому, как ограничить спектр возможных проблем. Так что если вы хотите, чтобы это видео научило вас ремонтировать, то это не то видео, то что вам нужно. Ну и теперь уже перейдем к вопросу, зачем нужно самому что-то пытаться сделать, даже если понимаешь, что сделать ничего не можешь. А ответ на этот вопрос очень прост. Ремонтники компов довольно борзые стали. Да и вообще всегда были, наверное. Если они видят, что человек вообще ничего не втупляет, то ну любую поломку будет минимальная цена, при которой человек не откажется от ремонта в пользу покупки нового компьютера. То есть если это старый компьютер, то ремонт будет 7-8 тысяч рублей, если новый, то 15-20 тысяч рублей. Или если проблема какая-то действительно есть, то ремонт будет еще дороже. Однако если ремонтник видит, что вы соображаете, то либо откажется от ремонта под каким-либо предлогом, либо будет адекватно себя вести. Возможно. Я этого не гарантирую, но шансов нарваться на таких недобросовестных ремонтников становится меньше. Но вернемся к поломкам. Глобально есть два типа поломок. Первая это софтверные проблемы, вторая это хардверные, то есть с комплектующими. Как их друг от друга отличить? Потому до какого этапа происходит работа. Если вы включаете компьютер, он начал загружать винду, не обязательно заканчивать загружать, но хотя бы начать, то это уже на 90% проблема софтверная. Из оставшихся 10%, 9,5% это повреждение жесткого диска или оперативной памяти. А вот если загрузка винда не начинается, включая в принципе полное отсутствие каких-либо признаков работы или отсутствие вывода картинки, то это признак хардверных проблем. Остановимся на проблемах хардверных. Допустим, вы нажимаете на кнопку включения, а не происходит вообще ничего. Для начала проверьте, есть ли питание, то есть вставлен ли кабель питания, включен ли пилот, подключен ли к нему компьютер. Если да, то нужно убедиться, что кабель питания исправен. Как правило, разъем питания у монитора и системного блока одинаковый. Попробуйте переставить кабель местами и проверить монитор и компьютер. Если монитор с кабелем от компьютера работает, а компьютер с кабелем от монитора нет, переходим к следующему этапу. Проверяем исправность кнопки питания. Для этого нужно снять боковую крышку с корпуса системного блока. Если у вас новый компьютер фирменный, то не разбирайте. Он на гарантии, скорее всего, и там, скорее всего, есть пломба, и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Это таящая волокита, но если вы уже купили брендовый компьютер и зачем-то за это переплатили 200-300% стоимости, то пользуйтесь тем, за что вы уже заплатили, включая и сервис. Если комп старый или вы сами его собирали, снимайте крышку боковую. Еще раз попробуйте запустить компьютер с кнопки. Внимательно смотрите на вентиляторы. Тут два варианта. Они вообще не сдвинулись с места, или они дернулись и прокрутились долю секунды. Если прокрутились долю секунды, то определенно кнопка уже работает. Если вообще не сдвинулись, то нужно проверить кнопку. Для этого найдите на материнской плате блок контактов, к которому подключены провода от передней панели, которые идут примерно к тому месту, где расположена кнопка включения, перезагрузки и светодиоды. Там надо найти разъемчик, на котором написано PowerSV, то есть PowerSwitch. Это и есть контакты кнопки включения. Необходимо вытащить этот разъем и замкнуть два контакта на материнской плате, которые были в этом разъеме. Если компьютер включился, то сломана кнопка. Если ничего не изменилось, то скорее всего кнопка работает, но с компьютером надо еще разбираться. Следующее действие, которое я буду описывать, подходит уже и к названным случаям, и к случаю, когда вы включаете компьютер, запускаются вентиляторы, но ничего не происходит. То есть жесткий диск не начинает читаться, что должно быть видно по индикатору жесткого диска, светодиоду, который моргает во время работы. Обороты вентиляторов с самого начала включения не меняются. Ну и также еще раз напомню, что этот метод также подходит для случая, когда ничего не происходит при включении вообще. Суть в том, что надо проверить, работает ли блок питания. Для этого нужно отключить все разъемы, выходящие из блока питания в системный блок. Это питание 20 или 24-пиновый разъем, разъемы питания процессора, видеокарты, разъемы питания от жестких дисков, дисковода и так далее. После этого нужно найти на 20 или 24-пиновом разъеме питания материнской платы зеленый провод. Он четвертый от края со стороны защелки. И рядом с ним есть черный провод. Нужно взять что-либо металлическое, например согнуть скрепку или использовать маникюрные ножницы или пинцет. Но суть в том, что нужно в разъеме соединить эти два контакта. Так блок питания понимает, что ему надо включиться. Собственно тут он должен включиться. Понять это можно по вентилятору внутри блока питания. Если он не включился, то тут надо вытащить блок питания и разобрать его корпус. И посмотреть внешним осмотром его состояния на отсутствие вздутых конденсаторов и наличие нагара. Если есть вздутые конденсаторы, то несите блок питания в ремонт бытовой техники. Не компов, а именно бытовой техники. Дело в том, что сейчас почти везде применяются импульсные блоки питания. И любая мастерская вам за час, а то и быстрее поменяет вздутые конденсаторы. Скорее всего это и будет вашей проблемой. А вот если у вас, например, дешевый блок питания, и там плавки предохранителя, вы увидели, что его пробило, то не спешите его менять. Дело в том, что его пробило, скорее всего, не просто так. И после его замены, при первом же включении, произойдет ровно то же самое, что произошло в прошлый раз, и сам факт пробоя защиты не причина неисправности, а следствие другой неисправности. Собственно, в зависимости от блока питания, защита блока питания может отключать блок питания в случае наличия коротких замыканий в компьютере, что и происходит, если вы заметили, что после включения вентиляторы на долю секунды включаются. То есть блок питания уходит в защиту, то есть в принципе сам блок питания, скорее всего, цел. Но опять же таки, это тоже не обязательно. Это может свидетельствовать и о проблеме с блоком питания. Если же вы нашли визуальную причину неработы блока питания, и это неуздутые конденсаторы, то в ремонт нужно нести уже весь компьютер. Но обязательно сказать, что вы в курсе, что не работает именно сам блок питания, что вы его пробовали включать с замыканием контактов 24-пинного разъема. Так вы дадите понять, что вас не получится, скорее всего, кинуть на миллион ненужных работ стоимостью в 10-20 тысяч рублей. Хотя опять же таки, это не гарантия. И нужно искать сервис, в котором вы знаете, где физически будет находиться системник, чтобы его можно было вызволить. Так как получить из ремонта свою вещь, так же бывает непросто, даже если она просто и стоит, и не ремонтируется. Но если блок питания отдельно работает, то есть с замыканием контактов он включается, а с компьютером он уходит в защиту, то есть страгивается с места вентиляторы, но потом останавливается, то можно попытаться ограничить спектр возможных неисправных мест. Первым делом нужно вытащить видеокарту, все дополнительные устройства, жесткий диск, внешние сетевухи, звуковухи, дисковод и так далее. Все в общем, даже оперативную память вытащить. Оставить включенным питание процессора и 24-пиновый разъем. Попробовать включить. Если поведение блока питания изменилось, то проблема в одной из отключенных частей, и нужно по одной начать их включать обратно. И таким образом выяснить, после какой именно блок питания уходит в защиту, соответственно она и является проблемной. И дальше уже ее необходимо заменить или отнести в ремонт, если он того будет стоить. Не особо советую при коротком замыкании испытывать комплектующие на другом компе. То есть, например, если с видеокарты и подключенные к ним питания блок питания уходит в защиту, а отключенные видеокарты не уходят, то не нужно пробовать видеокарту подключить к другому компьютеру. Несите карту в сервис. Если она стоит ремонта своего, ремонтируйте. Если после отключения всех устройств блок питания все еще уходит в защиту, то нужно попробовать отключить питание процессора, то есть оставить только 24-пиновый разъем питания материнской платы. Если после отключения питания процессора сценарий работы блока питания изменился, то пробитые элементы питания процессора, скорее всего. Ремонт тоже недорогой. И в принципе материнскую плату также можно попробовать отнести в ремонт именно бытовой техники, а не компьютеров. Найти неисправную линию питания там должно уметь. Если и после отключения питания процессора чудо не происходит и блок питания уходит в защиту, то как-то уменьшить вариации поломок сложнее. Но уже точно известно, что это не весь компьютер, а что-то либо с блоком питания, либо, скорее всего, с материнской платой. Если есть ещё одна материнская плата, то блок питания можно попробовать подключить к ней. Если блок питания работает, то значит проблема точно в материнской плате, либо в том, что на неё установлено. То есть это процессор, мосты или чипсы. То есть в ремонт опять нужно сдавать не весь компьютер, а именно материнскую плату. И тут опять сервис видит, что особо не поиграешься с ценами и перед вами не лошара какой-то. Вернёмся к случаю, когда вентиляторы при включении запускаются, работают не меняя скорости вращения, и чтение жёсткого диска не начинается. Картинки также нет, тут делаем опять всё то же самое. С одной лишь разницей. Если у вас есть PC-спикер, это такой пьезодинамик, обычно он либо на самой плате, на проводках торчит, либо выведен к корпусу, то надо опять отключить всё, включая оперативную память. Если же у вас PC-спикера нету, то нужно отключить всё, кроме одной планки оперативной памяти. В случае с наличием PC-спикера, ваша задача проверить, с отключенным дополнительным оборудованием, включая оперативную память, запустится ли начало проверки системы. И по результатам, первое на чём система остановится, будет отсутствие оперативной памяти, PC-спикер должен начать пищать. Если компьютер запищал, то большая часть в нём всё ещё цело, и это в принципе может стоить ремонта. Если же PC-спикера нет, то тут уже проверяем систему, когда она работает. И как правило, при включении у компьютера меняются обороты вращения вентилятора. Обычно настройки работы по умолчанию в BIOS стоят, так что кулер вращается чуть-чуть быстрее среднего. То есть обычно компьютер после включения пару секунд работает с вентиляторами на одних оборотах, а затем обороты чуть увеличиваются. Если вы что-то настраивали, может быть уменьшаются. За этим стоит наблюдать на ещё рабочей системе без поломок. Если у вас сейчас компьютер исправен, запишите себе где-нибудь, чтобы при следующем включении вы внимательно послушали, как у вас звучит штатное включение компьютера. Это может пригодиться вам в дальнейшем. Ну и далее, если без лишнего оборудования у вас компьютер стал живее, то есть стал менять обороты или подавать признаки какого-то разнообразия в поведении, то надо по одной железке включать все детали до тех пор, пока не появится первоначальная проблема. Соответственно, та железка, которая вызывает её, будет найдена. И опять в ремонт нужно отдавать именно её, или весь компьютер с указанием того, что вы проделали такую-то, такую-то работу, получили вот такие-то вот результаты в поведении компьютера. Тут всё же есть смысл отдавать именно весь компьютер, так как на другом компе нерабочая у вас железка может заработать. Бывают такие вот проблемы несовместимости, редко, но всё же случаются. И также может не работать, например, порт на материнской плате, когда вроде как по симптомам не работает устройство, которое в неё включено. Это тоже случается. И не стоит себе из этого делать головную боль, пусть этим занимается уже в сервисе. Ну и теперь негативные результаты тестов. То есть PC-спикер при отключённой оперативной памяти не пищит. Никакое отключение оборудования не позволяет как-то изменить проблему. Тут опять, скорее всего, дело в материнской плате или тому, что на ней. То есть мосты или процессор. Опять же-таки при обращении в сервис нужно указать, о результатах ваших исследований всё железо не отдавайте по возможности. Следующая проблема. Компьютер подаёт признаки жизни, например, пищит через PC-спикер. Таким образом, компьютер сообщает о том, что в процессе проверки системы она была прервана из-за неисправности, и звуком сообщает, что именно неисправно. Помимо звуковой индикации, есть также материнские платы с указанием посткодов в виде двух символов. Но это редко и обычно дорогие оверклокерские модели. О значении звуковых кодов на Википедии почему-то убрали информацию. Хотя она раньше там была. Есть, например, в англоязычной версии статьи «Российский перевод кодов пиков» в Википедии есть на статье «Пост аппаратное обеспечение» в редакции 4 октября 2010 года, начиная с первой редакции статьи. Хотя раздел со звуковыми кодами дополнялся до 2010 года с момента написания. В ссылке под видео я оставлю последнюю версию с указанием этих кодов на Википедии. Собственно, тут всё проще. Сам компьютер говорит, что у него не так. В случае, если вы вытаскивали оперативную память или видеокарту, то компьютер об этом и будет сообщать. И это уже хорошо, так как, скорее всего, почти всё функционирует и даже в домашних условиях удастся определить виновника. Собственно, когда виновник вычислен, он заменяется на новый, ремонтируется или отдаётся в ремонт отдельно от компьютера. Соответственно, когда вы отдаёте в ремонт, например, одну видеокарту, увидеть в счёте за ремонт такие пункты, как первичная настройка операционной системы за 2000 рублей или создание пользователя в операционной системе за 800 рублей или какую-нибудь индиверсную проверку за 1500 рублей вам уже точно не удастся, потому что одна видеокарта не позволяет этого сделать. Следующий вариант. Когда вы включаете компьютер, слышите, что он запустился, то есть обороты вентилятора меняют скорость, системный диск читается. Если у вас есть PC-спикер, он один раз пищит, но картинки нет, надо убедиться, что монитор работает при отсутствии кабеля. Монитор должен об этом уведомить при включении, а также во включённом виде должны отображаться меню настройки монитора. Далее необходимо проверить кабель, соединяющий монитор и видеокарту. Желательно проверить монитор ещё и на другом источнике, чтобы убедиться, что монитор исправен. Если картинки всё равно нет, попросите у знакомых видеокарту и заменить свою для проверки. Если с ней картинка есть, нужен ремонт вашей видеокарты. Если нет картинки, ремонт компьютера. Если слотов под видеокарту больше одного, можно попробовать ставить видеокарту в другой слот. Однако надо помнить, что там, скорее всего, слот не X16, X8. Но когда вы уже выявили проблемы, всё-таки, скорее всего, вам придётся обратиться в сервис. Проблемы, которые можно устранить без особых знаний, немного. И, пожалуй, никто из тех, кто бы смог устранить эти проблемы, не будет смотреть такое видео, как это. Так что единственное, что можно сделать, это очистить компьютер от пыли и контакты от окислов при помощи канцелярского ластика. Как когда-то показывали по телеку, над чем очень сильно смеялись. Серьёзно, пусть это стрёмно, но на компьютерах от 10 лет и старше, это уже может быть именно то, что может помочь. Но опять же-таки, хуже от этого не будет. И на этом хардверные поломки практически исчерпываются. Остаётся только возникающие проблемы, которые могут спонтанно возникать в процессе работы и повторяться при каких-либо обстоятельствах. К ним перейдём чуть позже. Пока разберёмся с проблемами, когда компьютером, в принципе, не удаётся воспользоваться. То есть, когда у вас не завершается загрузка компьютера. То есть, проходит тестирование оборудования, если есть PC-спикер, то происходит один писк, начинается загрузка, а затем она не завершается. Редко это бывает из-за проблем с железом. Например, сейчас видеокарты GeForce 400 и 500 серии начали ломаться. А именно, что после загрузки, когда уже должен появиться рабочий стол, картинка пропадает. А с другой видеокарты или в безопасном режиме загрузка происходит нормально. Проблема в том, что видеокарты не держат стабильность при работе на стоковых напряжениях, когда они управляются фирменными драйверами от NVIDIA. Соответственно, когда операционная система передаёт полномочия видеодрайверу от NVIDIA, карта отваливается. Соответственно, аналогичная проблема, когда устанавливается винда всё нормально, но после того, как устанавливается фирменный драйвер NVIDIA, компьютер перестаёт работать. Лечится это обычно перепрошивка видеокарты на большее стоковое напряжение для работы. Есть также проблемы с оперативной памятью, когда не всегда загружается винда. Но это очень редкие проблемы. В основном, если винда загружается не до конца, то это софтовые проблемы. И самое важное в софтовых проблемах, это то, что вызваны они практически всегда действиями пользователя. То есть, если у вас вдруг компьютер при включении на половине загрузки перезагружается и через два цикла предлагает средства восстановления системы, то первое, что нужно сделать, это вспомнить, что вы делали на компе в прошлый раз. Устанавливали ли какое-то ПО, казалось ли вам странным поведение компьютера или странными скачанные вами файлы в прошлый раз. А может быть, что-то обновлялось. 99% всех софтовых проблем это именно во всём этом. То есть, какие-то обновления, изменения с программами и прочее такое. Соответственно, если вы помните, что вы что-то устанавливали, то нужно откатить систему по точке восстановления, допустим. У меня есть очень старое видео, которое я делал ещё до того, как на YouTube видосы стал заливать на постоянной основе и просто тогда исследовал Windows 8 и релиз превью, ещё когда она не вышла и нашёл там, что меню восстановления системы сильно изменилось. И попробовал сделать почти всё, что там предлагалось сделать и записал по этому поводу видео. Там в том видео как раз-таки сказано, какие варианты предлагает компьютер, как, допустим, можно скопировать данные с компьютера, если он не загружается. Со времён предрелизной Windows 8 практически ничего не изменилось, так что видео ещё является актуальным. Только лишь синий экран смерти теперь помимо смайлика имеет ещё и QR-код, который можно отсканировать смартфоном и сразу перейти на страницу с причиной возникновения синего экрана смерти. В общем, для решения софтовых проблем переходите по ссылке в описании или по кликабельной аннотации на это видео. А мы пока вернёмся к всплывающим хардверным проблемам. Как раз один из вариантов проблем – это появление синего экрана смерти. Например, при выходе из строя оперативной памяти это часто бывает. Хотя всё же чаще всего синий экран – софтверная проблема. Но на то там и куча кодов разных. Собственно, тут всё просто. Переходите на сайт Microsoft по той ошибке, что у вас есть. Там будет всё написано, что произошло и что нужно предпринять. Но бывает, компьютеры просто так выключаются. Тут опять есть несколько наиболее вероятных событий. Первое – перегрев. Один из компонентов не может поддерживать тепловой баланс. То есть тепловая мощность, подаваемая на него, больше, чем тепловое рассеяние. То есть от времени он становится горячее и отключается. Современное железо умеет также снижать производительность в угоду удержания температуры. Как правило, отключение, связанное с перегревом, происходит только в ресурсоёмких задачах и не сразу. Например, через 15-20 минут игры. Для этого нужно мониторить температуры. Делать это можно как при помощи датчиков на самом компе, так и при помощи термопары, например. Если у вас, например, есть мультиметр с термодатчиком. Я, например, использую пирометр. По датчикам всё просто. Есть множество программ для мониторинга. Это, например, AIDA64, hardware monitor, а также почти любой софт для разгона или тестирования стабильности разгона. Например, MSI AutoBurner или OCCT. Предельные температуры обычно указаны на сайтах производителей. Для новых процессоров Intel нежелательно выше 70 градусов. Для процессоров AMD примерно такие же границы. Для видеокарт обычно нежелательно выше 80 градусов. Для элементов питания процессора и видеокарты выше 90 градусов. Элементы питания можно потрогать и пальцем. Сильно тепло – это примерно 50 градусов. Тепло на секунд 5 можно всё-таки выдержать, это где-то 60 градусов. Можно коснуться, но держать уже нельзя. Это около 70 градусов. Но надо быть осторожным. Вот, например, что у меня на одной из видеокарт. Если попробовать коснуться сухим пальцем и не отдёрнуть руку сразу, то можно получить ожог второй степени. Старые процессоры Intel с припоем под крышкой термораспределителя и ноутбучные видеокарты греются до 100 градусов вполне штатно. Хотя предельные температуры, как правило, указаны ниже. Тем не менее, какие бы где температуры не были указаны, если железо греется выше 70 градусов, есть повод задуматься о дополнительном охлаждении. Также вы можете для многих вентиляторов настраивать режимы работы. Можно поставить более высокие обороты. И также можно заменить систему охлаждения, если есть проблемы именно в охлаждении. Ещё одна из причин отключения компа во время работы – это нештатная работа блока питания. Дело в том, что со временем пиковая мощность блока питания снижается. Гуляют разные цифры в интернете, но некоторые утверждают, что потери через определённое количество лет могут составлять до 30% от номинальной мощности. Какие они на самом деле в реальности, я не знаю. При приближении к максимальной мощности блок питания уже не может обеспечить стабильные 12 вольт, и напряжение начинает падать. И при определённом значении напряжения, либо блок питания, либо материнская плата перестаёт либо отдавать мощность, либо принимать, отключая компьютер. Напряжение также можно отслеживать при работе, хотя часто датчики врут. Следующий тип проблем – это когда компьютер работает, но не так, как нужно. То есть виснет, тупит, выдаёт ошибки. Первым делом, что нужно сделать – запустить диспетчер задач и определить, какой процесс чаще всего активен в то время, когда наблюдаются проблемы. Это может быть как нештатно работающий софт, так и вирусы. Собственно, по названию процесса можно узнать через поисковые системы, что это за процесс, и насколько он опасен, и что с ним делать. Далее нужно убедиться, что в вашей системе достаточно оперативной памяти. В простое должно быть свободно не менее 40-50% от общего объёма памяти. Лучше – больше. Если меньше, то следует удалить ненужный софт, очистить от ненужных программ автозагрузку или добавить оперативной памяти. Следующее, что нужно проверить – есть ли свободное дисковое пространство на системном диске. В зависимости от степени фрагментации данных на жёстком диске и количестве оперативной памяти нужно от 10 до 50 свободных гигов памяти на системном диске, ну и также в зависимости от операционной системы. Для XP эта цифра гораздо меньше. Если нет возможности получить достаточный объём, то в Windows есть возможность создать съёмные носители для ускорения работы Windows. Подключите флешку и в контекстном меню для неё будет соответствующая возможность. Если нет процесса, который явно загружает систему и прочих вещей, о которых я говорил ранее, необходимо понаблюдать за тем, происходит ли чтение, запись во время лагов и связаны ли они с работой диска. Если, например, происходит чтение, а скорость чтения при этом 0, а доступ к данным свыше нескольких тысяч миллисекунд, то вероятно, что компьютер не может прочитать данные и делает попытки снова и снова это сделать. Это может быть признаком износа жёсткого диска или повреждением SATA кабеля. Первое – можно проверить любой программой, которая показывает смарт-диска. Второе – можно проверить, поменяв кабель. Третий вариант – самый запущенный. У вас просто забит компьютер весь софт, делая свою работу, забирает всё процессорное время. Это, в общем-то, свидетельствует о том, что настало время переустановить Windows, или, по крайней мере, удалить все ненужные программы. Но это будет существенно менее действенно. Не советую пользоваться всякими клинерами, только если у вас XP. Если XP, то пользуйтесь. Ещё одна проблема, когда компьютер работает, но не так, как надо – это артефакты на экране. То есть полосы во время работы компа, так и во время загрузки винды. Или картинка, разваливающаяся в пиксельное месиво, например, при воспроизведении видео. Тут опять несколько вариантов. Первый – проблема с кабелем монитора. Обычно есть изменения от того, когда кабель двигается. Если же кабель ни при чём, то, скорее всего, отвал графического чипа. Сами можете загуглить, что это такое, и как можно несколько продлить жизнь в видеокарте. Если же присутствуют не постоянные артефакты, а, допустим, месиво в воспроизведении видео, или, например, моргание отдельных текстур в играх, периодические погасания экрана с сообщением о том, что видеодрайвер перезагружен, то у вас, скорее всего, видеокарта перестала стабильно работать на штатном напряжении. Нужно либо уменьшать частоты работы в любом софте для разгона видеокарт, либо повышать рабочее напряжение. Также, если вы уверены в своих силах, то можете прошить видеокарту с нужными параметрами частот или напряжений. Уже сами гуглите, как это всё делать, однако эти действия могут привести к кирпичности видеокарты. Если у вас только один слот под видеокарту на материнской плате и нет встроенного видео, то оживите из кирпича карту без посторонней помощи вы не сможете. Ну и, в общем-то, на этом все основные частые проблемы, в принципе, и заканчиваются. Если видео было полезным, не забывайте лайки ставить, подписывайтесь на канал, если хотите. Ещё раз напоминаю, что стоит запомнить, с какими звуками запускается ваш компьютер, через сколько секунд изменяется скорость оборота вентиляторов и в какое время происходит первое чтение из системного диска. Ну а пока, всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok